Приветствую вас, Елена. Давайте мы последовательно ответим на ваши вопросы. Вопрос первый. Значит, может ли любовная зависимость прийти в любовь? Нет, не может, потому что любовная зависимость это определенный процесс и если человек становится любовно независимым, да, то скорее всего он отдаляется. Как правило, человек отдаляется в этот момент от объекта зависимости, потому что при зависимости любой зависимости, как правило, связывает и удерживает человека с другим только его потребности, его нужды. То, что вот он хочет, то, что ему нужно, вот, и не более того. У вашего молодого человека по описанию не похоже, чтобы была именно любовная зависимость. То есть, поймите меня правильно, его поведение я бы расценивал скорее как страсть. Вот. Потому что любовная зависимость, она все-таки предполагает немножко другую, другую ситуацию, вот. Немножко другое поведение, вот, предполагает. И это, в общем и целом, нужно, ну, понимать. Да, это нужно понимать. Следующий аспект, который я хотел бы вам, ну, ну, донести до вас. Следующий аспект. Следующий аспект. Это то, что вы сами не знаете чего хотите. То есть, у вас здесь, у вас здесь есть некая такая, некая такая, ммм, неопределенность в тексте, что, а может быть мне его оставить, а может быть мне его не оставлять. Понимаете, да, это, как бы, а, чтобы так, ну, ну, мечетесь из стороны в сторону, вот. Понимаете, и зависимость, а, скорее, да, она у вас, зависимость, а не у него, вот. Ну, по описанию, как бы, понимаете, скорее история. И вам надо быть определить, для чего мужчина вам нужен вообще. Вот. Зачем он вам? С какой целью? Он вам. Понимаете? Вот. то есть, почему вы навязываетесь ему, почему вы так вот нуждаетесь в нем, если можно так выразиться и так далее. Вот это необходимо определить вам. Понимаете? Это необходимо вам понять. И определившись со своей целью, определившись со своими позициями, да, вот. А вы уже сможете выстраивать поведение свое. Именно исходя из того, что вам нужно. Именно исходя из того, в чем вы нуждаетесь. Понимаете? Вот. Потому что, возможно, возможно, вот только, я говорю, что это только возможно. Вот. Что его отношение к вам, мужчины, вот, приучило вас к такому вот хорошему. Ну, к такому хорошему поведению, к такому хорошему отношению. Вот. И вы теперь нуждаетесь в этом. То есть, без данного аспекта, да, без данного аспекта, вы чувствуете себя гораздо хуже. И теперь, когда человек больше себя так с вами не ведет, да, вот как, ну, как он вел себя, да, вы чувствуете себя хуже, гораздо хуже. Понимаете? И основная эта тонкость в том, почему вы чувствуете себя хуже. Из-за чего вы чувствуете себя хуже. Чего вы лишились. Что потеряли. Понятно, да? О чем я тебе говорю? Смотрите. Вы пишете. На самом деле. Очень трепетное отношение. Прям структурился надо мной. А вы? Как относились к нему вы? А потом у нас начались ссоры продолжительное время. Ну, очень, очень жаль, что вы так мало об этом, об этом написали. То есть, вообще, ссоры, это очень серьезная, это очень серьезный аспект, это очень серьезная ситуация. И, на мой взгляд, вам нужно определить, вообще, из-за чего ссоры были. Раз. Какое отношение вы к этим ссорам имеете. То есть, вот, именно вы, именно вы сами, какое отношение к ссорам имеете. То есть, почему вы ссорились? С молодым человеком. Да. То есть, ну, хорошо, он, как бы, он ссорился с вами. Окей. Это понятно. Хорошо. Но вы, вы-то тоже, получается, ссорились с ним? Вы-то тоже почему-то ссорились с ним? И, вот, история такая, что, вам нужно свою, как бы, часть. Свою субъективную сторону ссоры определить. Понимаете? Вот. Вот. Потому что, в параденном случае, вы-вы-вы так либо не поймете, как то, что произошло, да, стало реальностью. Почему вдруг вы нашли ссориться, да еще и, эээ, продолжительное время. Ну, в столь продолжительное время. Понимаете, да? О чем, о чем идет речь? Дальше. Позже он изменил ко мне отношения, не знает, что происходит, говорит, что вроде чувства есть, бывает скучает за мной, есть душевная близость, увлечение, ни о ком другом не думает, не собирается кого-то искать, но проблема в том, что он якобы не чувствует нехватки мангей, поэтому не знает, хочется ли быть вместе. Эээ, я думаю, что по описанию получается так, что у человека просто влюбленность, чтобы влюбленность прошла. Вот, просто прошла влюбленность. У человека. Вот. И все. Поэтому он теперь и не знает, что ему делать, да, и как вообще себя с вами вести. Ну, потому что, у него был расчет только на сильные чувства по отношению к вам. Вот. У него был, значит, у него был расчет на то, что у него всегда будут сильные чувства. Вот. Вот. Ага. Как бы... Когда они ушли, да? Ну, вот эти чувства. Вот. Когда они исчезли. Вот. Он теперь уже не знает, что делает. Что делает. Понимаете? Не знает, как себя вести. Вот. То есть, для него подобное состояние непривычно. Вот. Непривычное состояние, когда именно сильный чувства нет. Я так понимаю, что он сравнивает твои первоначальные эмоции только сейчас. Скорее переживает потерю эмоций. Не сравнивает, а переживает потерю. Во мне так это и есть любовь. Но это для вас сможет. Хотя про себя и про свои чувства вы, как это ни странно, ни странно, ни странно. Ничего не сказало. Но и в любом случае, даже если для вас это любовь, то это не означает, что это любовь для другого человека. Но он не может себе разобраться и сначала принял это за охлаждение. Да, так и есть. Мне очень больно после этих слов. Не знаю, что думать. А больно от чего? Почему больно? Учитывая, что я вынуждена была уехать. Мы живем в разных городах. И что? Как это вписывается в общую парадигму ваших отношений, что вы уехали в другой город. А общение сейчас только по интернету. И мне наоборот не хватает его. В чем? В чем? В чем не хватает? Ну, получается, что я навязываюсь, он знает, что я испытываю спокойно. Правильно? Потому что он понимает, что вы при нем, вы его, вы принадлежите ему. А тогда он, возможно, плюс ко всему еще боялся вас потерять. Может вообще оставить его, ничего не выспрашивать и меньше общаться первой. Ну да, это неплохая идея, но вопрос в том, в чем именно у вас возникает нехватка. Понимаете? А вдруг таким образом он меня просто забудет и еще больше отдалится? А если он таким образом вас забудет и еще больше отдалится не будет, тогда означает то, что он никогда вас не любил и что это не ваш человек. А что для вас будет значить, если он отдалится и забудет вас? Что вы будете чувствовать и что вы будете думать? Не боитесь ли вы этого? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.